Слава Богу! Рад вас всех видеть в это непростое время. Время действительно непростое. Я помню, когда начиналась эта вся эпоха ковидная, казалось, да сейчас два месяца и все пройдет. А уже, представьте, приближается к двум годам. И сейчас какая-то новая волна, опять все перекрыли кругом. Давайте помолимся, чтобы вся эта чума закончилась. Одно радует, что это не первый раз во вселенной. Чума уже, оспа выкашивала порой по 90% населения. Представьте, церковь была и раз там 100 человек. Осталось 10, а 90 приставились. У нас, слава Богу, такого сейчас нет. Но все равно история очень поганая. Все, кто смотрит нас онлайн, все, кто смотрит нас на телекомпании ТБН, те, кто смотрит у нас на канале, я вас приветствую. И давайте помолимся вместе. Отец Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя. Дай Твою милость, дай Твое, Господь мой, вдохновение нам. Я прошу Тебя, останови все это безумие, Господь мой, с коронавирусом. Я имею в виду, Господь мой, останови этот вирус, Отец. Благослови нас, Отец. Защити, Господь. Дай, Господь, Твой мир. Не знаю, откуда это все пришло, но мы знаем, что это не от Господа. Это из тьмы какой-то. И, Господи, мы просим, защити, Господь, людей наших. Господь, останови эту пандемию во имя Иисуса Христа. В Нижнем Новгороде, да будет свобода, Господь мой, свобода, Господь мой, от этой болезни. Аллелуя. Аминь. Аминь, аминь. Друзья мои, ну что, у нас сегодня в мире, во всем мире, на слуху праздник Хэллоуин. А вы уже ожидали, о, реформация. Нет, нет, нет. Как раз-то не большая часть людей празднует реформацию. И сегодня мое слово, оно называется так. Пять лютровских соло. Но пока мы дойдем до пяти лютровских соло, я хочу сначала задел какой-то сделать важный. Ты скажешь, что за соло? Ну, будет вот здесь на экране показано, что это такое. Так вот, друзья мои, вы знаете, сегодня мир, как и раньше, он любил и любит свое. Вот мир любит свое. И вы знаете, к сожалению, церковь никогда не представляла собой большинство. Вот именно церковь Христова. Как, может быть, христианской религии было большинство. Но знающих Христа никогда не было большинство. И моя Библия говорит в Ветхом Завете, говорит о том, что не иди за большинством на зло. Сейчас не будем мы это читать, но не иди за большинством на зло. Вот такая фраза стоит в Ветхом Завете. И вы знаете, апостол Павел пишет то же самое в послании к Римлянам. 12 глава, 2 стих. Написано. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мой тезка, вдохновляем Духом Святым, говорит, друзья мои, не сообразуйтесь с этим веком. Новый русский перевод говорит, не мыслите и не живите по образу жизни, как живут современные люди. Ну и современные в то время были современные. Опознавайте, что от вас хочет Бог, какая его воля для вас. И очевидно, что образ жизни как-то вот затягивает всех в свое безумие. Ну сегодня, знаете, модно говорить о том, что да нет, вроде мирские люди тоже прекрасные по-своему. Ну вот врачи же не все там идиоты, нас же они лечат. Вот художники замечательные картины рисуют, совершенно светские люди. Наши преподаватели, светские люди, но неплохие люди. Да, все это понятно. Но с другой стороны, в то же самое время, почему-то Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И когда я смотрю на историю человечества, я вижу, у нас сплошные войны. До сегодняшнего дня человечество не победило коррупцию, такую элементарную вещь. Как только человек прорывается чуть повыше, сразу начинает воровать. Вот ничего не поделаешь. Коррупция. Я уж не говорю про мат, я уж не говорю про зависимости. И я как-то вообще рос в такую эпоху, ну в какой, собственно, и вы, наверное, сегодня находитесь, когда курили все. Ну сейчас, наверное, нет, сейчас меньше. А вот в мое время курили все, и я уже, будучи мирским человеком, я задавался этими вопросами. Думал, почему люди курят? Вот нелогично совершенно. В армии, я помню, нас там обвешивают этими пулеметами, автоматами, и мы бежим. Знаете, у меня было хорошее время армии, два года, и мне есть что рассказывать и проповедовать, теперь на всю жизнь хватит. Как кто-то сказал, кто в армии был, тот в цирке не смеется. И вот, представь, нас обвешивают этими автоматами, марш-бросок, мы бежим, и наши офицеры нам говорят, а теперь перекур. Я даже в миру думал, слушай, накуришься, еще тяжелее бежать. И главное, за свои деньги. Это я за свои деньги покупаю сигареты, чтобы мне задыхаться, и еще во время марш-броска говорят, перекур. Ну, хоть бы сказали, там, брейк какой-нибудь, там, отдых. Нет, перекур. То есть, надо накуриться. Ты накурился, а тебя плохо пахнет, потерял здоровье, еще за свои деньги. И я в миру был солдатом. Я говорю, парни, а что мы все курим? Зачем? Кто это нам привил? И все, ну, это же перекур. Я думаю, ага, перекур. Переблуд, говорю, а не перекур. Смотришь, следующая серия, это, как правило, переблуд, а потом передоз. Передоз. Я помню еще в 90-е годы, когда началась вся эта тема с наркоманией. Я тогда, не понимая этот феномен парня, своего ровесника спрашиваю, а ты что, зачем колешься? Он только начал и говорит, ну, ты знаешь, так классно уколешься и сидишь кипишь. Я тогда думаю, что ты делаешь? Вот что ты сидишь кипишь? Где удовольствие-то? Укололся и кипишь. К чему я это все говорю? К тому, что мир все равно любит свое. У него вот какие-то свои интересы, свой образ жизни. И вот сегодня такой задел у людей, особенно в западной цивилизации. Вот сегодня Хэллоуин. Я все время говорю, у вас что, реально вштыривает вот эта одежда? В чертей, в бесов, в ведьм. Вот эту вот паутину дома развесить. Но людям вот нравится вот что-нибудь такое. Знаете, чтобы адреналин поднимался. Фильм ужасов дома у себя сознать. И вот у нас праздник. И если ты сегодня мирского человека на улице спросишь, какой сегодня праздник, если кто-то и вспомнит какой-то праздник, то скажет Хэллоуин. Однозначно. Ну, не скажет, что день реформации. Но у нас вот это местописание. Смотрите, Павел говорит, не сообразуйтесь с этим веком. Не мыслите, как этот век. У него есть свои заделы, свои трудности. И свои представления. И причем они даже сами не понимают, что их туда кто-то просто затянул. Затянул и создал частью вот их жизни. Сказал, вот без ночных клубов, ну никак. Ну никак без ночного клуба. И я все время думаю, что там в этом ночном клубе. Я несколько раз в своей жизни как-то западал туда, попадал еще по молодости. И даже тогда я понимал, что там всю ночь дуришься, выпил, там опять дуришься, дуришься. Потом подрался. В конце идешь, нос разбитый, в 4 утра, пьяный, грязный. Думаешь, что? Чудно время провел. И знаете, и люди, они так мыслят. И поэтому апостол Павел говорит, не сообразуйся с образом жизни этого мира, но преобразуйся обновлением ума твоего. Есть какой-то другой посыл. И вот, возвращаясь к празднику реформации, почему зафиксировали 31 октября? Потому что в 1517 году один парень прибил свои 95 тезисов на своей церкви. Его звали Мартин Лютер, но будет совсем неправильно сказать, что реформация началась вот с него. Это просто дата, которую зафиксировало человечество. На самом деле идеи реформации, идеи вот эти вот, что что-то нужно в жизни менять, они начались намного раньше. Раньше, уже задолго до этого, было огромное количество плеяда людей, плеяда людей. Это был Джон Уиклиф, Джон Уиклиф, английский епископ, который заговорил о том, что людям нужно читать Библию на понятном языке. И Була пришла от Папы Римского, чтобы его сжечь на костре. Это еще 14 век, представьте. Когда Була пришла, он уж умер к тому времени, так его достали кости и сожгли на костре кости. Ян Гус, который говорил, чтобы чехам проповедовать на чешском языке, его сожгли на костре за 100 лет до Мартина Лютера. И, кстати, у него было огромное количество последователей. Их так и называли гуситы, и там были эти гуситские войны. Ну, все это прочитайте в аналог истории. Все это было, все это существовало. Были жители Пьемонда, которые переводили Библию сами с латинского языка, раздавали своим детям, приходили на рынки Италии, раздавали там эти листочки с текстами Библии. Все это было, было, было в России. Были стрегольники, тоже в 14 веке. Карп и Никита, два монаха, которые стали говорить людям, ребята, слушайте, нельзя покупать должности за деньги, церковные позиции за деньги. Называлось симония, то есть покупка статуса или сана церковного за финансы. Они говорили первые о том, что иконы это не богоугодное дело. Они говорили о том, что нельзя поклоняться святым. Это у нас здесь, на Руси, откуда-то были эти люди. Правда, их утопили всех в Волхве, в Новгороде, всех их и их последователей. Как-то, знаете, нелегко рождались идеи реформации. Но я бы сказал, что Мартину Лютеру просто повезло. И так он вошел в историю. Повезло, потому что действительно повезло. Я думаю, знаете, есть провидение Божие. Провидение, когда Бог наконец-то говорит, ну все, чаша уже полна, поэтому дадим кому-то шанс выжить. И вот на арену истории выходит обычный монах, обычный монах, живущий в Германии. И знаете, многие, многие реформаторы, они приходили к идеям, чтобы к идеям поменять церковь, приходили логическим путем. С Мартином Лютером был жуткий клинический случай. Он пришел не логически. Он пришел через свою совесть. Дело в том, что средневековая церковь, она стала результатом, вот знаете, средневековья. Ведь надо помнить, что первые 4-5 веков, это была, церковь развивалась на территории Римской империи. И латинский язык, это был язык Римской империи. Единственное, что на востоке говорили на греческом, а в большей части говорили на латинском. Поэтому тексты Библии были людям понятны. Но 6-7-8 века латинский язык вымирал, приходили другие народы. Ну это, знаете, за 30 минут не расскажешь всю историю человечества. Безусловно, это были варварские народы, это были германе, германы, славяне, гунны и так далее. И народ стал менее образованным, а церковный язык ушел на второй план, то есть латинский язык. И для этих народов, хотя христианство стало государственной религией, религией их государства, их царей, но литургия происходила на латинском языке, и все это обожествлялось в какую-то, знаете, сакральную форму. Но человек средневековый совершенно не имел представления о христианстве. И знаете, людей легко было дурить, собственно. Ну представьте, средневековый житель Европы, человек, который даже не знает, что Библия вообще существует, он просто не знает. Он живет в вечном страхе, его преследуют всевозможные какие-то опасности, то голод, то нашествие кого-то. И безусловно, человек понимает, что его жизнь коротка. И вот в этой короткой жизни он хочет как-то после смерти еще получить вечное какое-то наследие. А все, что он видит в церкви, это литургия, священников, которые давно уже привыкли к этой атмосфере, и, соответственно, понимает, что на страхах людей можно делать деньги. И очень хорошо, причем делать деньги. Чем больше запугиваешь, тем больше они платят. Хочешь спастись? Хочу, батюшка, хочу. Плати. Хочешь, чтобы мама твоя умершая вышла из ада и попала в рай? Конечно, хочу, батюшка. Плати. Хочешь, чтобы будущие грехи тебе были прощены? Знаете, вообще бизнес мышления, особенно у священников, оно очень такое, знаете, креативное. Они находят варианты новые получения финансов. Люди грешили во все времена сребролюбием. И вот народ, эта масса, она жила вот в этой атмосфере. Запугности и страха, и всегда пламя ада перед их глазами. И по большому счету это пошло на руку священнослужителям и святому престолу. Поэтому люди стали продавать индульгенции. Индульгенция это справка о том, что твои грехи, грехи твоих родственников, будущее или прошлое, в зависимости от твоего взноса, прощены. Представьте, спасение было вопросом денег. Просто есть деньги спасен, нет денег не спасен. Оттуда это понятие, что достаточно богатые люди, князья, графья и так далее, они еще больше давали денег церковь, чтобы тоже спастись. Они хоть были и богатые, но в принципе также суеверные. Вот в такой тяжелой атмосфере люди жили. И вот в конце 15 века начинается новая эпоха. Она интересная эпоха. Люди вдруг понимают, что земля круглая. Колумб впервые об этом заявил и попробовал приплыть в Индию, плывя в другую сторону. Не на восток, как положено в Индию от Европы, а на запад. И там что-то нашел, открыл Америку. Потом приплыли другие мореплаватели, оказалось, что есть целый свет, американский континент. Они встретились, две цивилизации, которые жили тысячелетиями в отрыве друг от друга. Только подумайте. Там какие-то майя, ацтеки, инки построили пирамиды, огромные города, Тиноч, Титлан, Куско. Туда приходят европейцы. Это вот сродни встрече с инопланетянами. Вот так, наверное, можно сравнить. Совершенно разные люди. Разные представления о мире и так далее. Это же, представьте, это же психически неравновешенный человек переживает тяжело. Коперник, кстати, будучи священнослужителем, открывает вдруг гелиоцентризм. Говорит, что земля вращается вокруг солнца. Не наоборот. Не солнце вокруг земли. Люди, да ты что, как так? Мы же видим, как солнце вращается вокруг нас. Он говорит, нет, 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 нет. Гутенберг накануне начинает книгопечатание. Первая книга, которую он напечатал, была Библия. И вот вся эта атмосфера создает, знаете, создает новую эпоху. Реальную эпоху великих открытий. Когда люди говорят, подождите, подождите, мир намного больше, чем он нам кажется. Можно, оказывается, сделать какие-то смелые шаги. И вот Мартин Лютер, будучи сыном своего поколения, он становится профессором университета, и при этом монахом. Он же был и пастырем, и священником, и профессором, и в это же время монахом. В то время это все хорошо сочеталось. И он читал тексты, безусловно, библейские в оригинале. Он читал на латинском языке, потом читал на еврейском и на греческом языке писание. Но, к сожалению, если ты живешь в целой системе замкнутой, тебе очень трудно, даже читая текст, ну, понятный текст, надо еще сделать сноску, все-таки он читал не на родном языке, он читал в переводах, как и многие профессуры того времени. Но ты не можешь рассмотреть за ними, за текстами истины. Она для тебя тоже такую, знаете, форму носит, какую-то сакрально-мистическую. И Мартин Лютер изучал Библию, вернее, изучал не Библию, вернее, он изучал латинский на основании Библии. И вот с этим парнем что-то происходит. Он живет в этой системе, и он очень боится ада, как все остальные. Но он был очень совестливый человек, как говорят историки, и мучился так, что доводил себя до безумия. Когда он приходил к своему наставнику, к духовнику, то всегда эта речь, она была постоянно и мучила духовника больше, чем Мартина Лютера. Говорит, ну чувствую я, не спасен я, а вот умру, пойду в ад. Духовник говорит, слушай, вериги может тебе повесить потяжелее, чтобы ты ходил, мучился, а потом как-то почувствовал, что ты угодил Богу. Тот повесил вериги, ходил, ходил, говорит, не помогает. Он, в лосяницу нужно такую одеть, в лосяницу, это рубашка, которая мучает и раздирает твое тело. Спи в ней, мучайся, может тогда Богу угодишь. Тот мучился, спал и задрал все тело. Говорит, что-то чувствую, не спасен я. Духовник говорит, пост возьми, такой, чтобы прямо вот почти до смерти. Тот исхудал, как житель Бухенвальда. Пришел, сел перед духовником, тот говорит, ну что, помогает. Он, нет, все равно чувствую, грешник я. Грешник, буду в аду за свои грехи. Он, ну что ты, блудишь что ли? Он говорит, не блужу, но блудные мысли меня одолевают. А значит, чувствую, я буду в аду. Духовник говорит, слушай, я уже не знаю, чем тебе помочь, иди в Рим. Вот пока идешь в Рим, там во Вретище, зимой, по холоду, придешь в Рим, увидишь лестницу святого Петра престола, святого Петра, вот целуй ее. И вот на каждой ступеньке считай по 40 Богородиц. И так вот поднимайся вместе со всеми паломниками средневековыми. И Мартин Лютер, будучи образованным человеком по тем временам, пошел в это далекое паломническое путешествие. Мой хороший друг, хороший, он говорит, я прям однажды подумал, пойду-ка я этой дорогой, дорогой Мартина Лютера. Кстати, он молодой парень, прям реально молодой, ему что-то коротко за 20. Больше он, наверное, друзья, это его родители, мои друзья. Но он тоже друг, потому что сын моих друзей в Германии. Вот немец, Матиас такой. Собрался и пошел. И я его встретил после этого путешествия. Я говорю, как Матиас? Он говорит, я почувствовал, какой ужас прошел Мартин Лютер. Он шел месяц, Матиас шел. Он говорит, я подумал, так я-то шел в наше время с рюкзачком, заходил в кафе, кушал, ночевал там где-то в гостинице. Он говорит, где он там ночевал по этой дороге? Где они спали? Чего они ели? Я, говорит, вообще ума не приложу. Из Рима, правда, он летел в Германию уже на самолете. Я, говорит, был не способен обратно этот путь пройти. Но что интересно, что человек что-то переживал в это время. И когда он добрался до Рима, до Святого Престола, огромное количество паломников, которые в нищете своей, вот в этой средневековой атмосфере, искали спасение, вот успокоение их души. Вот что они искали. И они целовали все эти вот ступени. Каждый делал какие-то свои религиозные обряды, чтобы как-то обрести какую-то благодать, благоволение перед Богом. Вот была их цель. Покой своей души найти. И Мартин Лютер, пока он полз по этой лестнице, история говорит, что в каком-то моменте он вдруг остановился, и как будто бы что-то с ним произошло, какое-то озарение. И он вспомнил просто одно местописание. Оно просто выскочило ему как бы в сознание. Это из послания к Римлянам, первая глава, 17 стих. Он его знал на латинском языке, но он произнес его на немецком. И, кстати, потом, так как он был немец, сам с Саксонии, потом он, переведя Библию, вот это местописание, знаете, я как германист сам, изучая немецкий язык, мне даже в какой-то степени чувствую вот дух Мартина Лютера, я думал, как это в его сознании отобразилось. Это 17 глава, первое послание к Римлянам, апостолу Павлу. Написано, в нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет. В одном стихе три раза говорится слово вера. И Мартин Лютер, целуя эти ступеньки, это был долгий процесс, представьте, месяц человек идет, целует ступеньки, читает Богородицы, в страхах Средневековья, голодный, холодный профессор, знающий латинский язык, и вдруг у него где-то в подсознании всплывает эта фраза. Der Gerächte lebt von dem Glauben по-немецки, как он это произнес по-немецки. Gerächte это оправданный. То есть оправданный человек, оказывается, живет, питая свои силы из веры. А он всегда думал, как и все люди, что просто надо верить в существование Бога. В этом-то никто не сомневается. Но в послании Якова сказано, и бесы веруют, и трепещут. То есть бесы тоже знают, что Бог есть. Но эта вера им помогает? Нет. Сегодня многие люди верят в Бога, и от этого их жизнь лучше не становится. Но Мартин Лютер получил откровение. Оказывается, я живу верой. Оказывается, все от Ноя, Авраам, Моисей, Давид и так далее, все эти ребята, они жили питаясь верой. То есть это был их стимул к жизни. Я, оказывается, не просто верю в какой-то великий разум Бога. Я живу верой. Это, знаете, стимул к тому, чтобы побеждать в этой жизни, чтобы уповать на Бога. Моя вера. Знаете, вот это откровение он получил. По преданию он даже встал с этих ступенек и даже как-то сплюнул куда-то, что типа ерундой какой-то занимаюсь. Пошел спокойно обратно. И придя в свой город, люди его увидели измененным. Тогда Мартин Лютер еще не понимал процесс, который произошел с его сердцем. Сегодня мы уже, читая Писание, мы говорим, это рождение свыше, это то самое, о чем пишет Иоанн. Надо бы на вообране свыше. И то, что переживает каждый христианин. Личную встречу с Богом. Личная. Ничья-то. Ни колхоз весь наш, знаете, все вместе. О, мы христиане. Нет, ты лично встретился с Господом, со своим, с твоим Богом. И Мартин Лютер не знал, что с ним произошло, но пришел домой к жутко счастливым. И когда встретился с духовником, духовник его не узнал. Говорит, помогло. Тот говорит, да и не поход помог. Говорит, хотя поход сыграл свою роль. Но говорит, я просто понял, что праведной верой жив будет. И это в Библии написано. И с тех пор он стал учить своих студентов. Он приходил в церковь, вот эти простые слова говорил. В это время-то, не забывайте, параллельно продаются индульгенции. И в его город приходит авторитетный монах Тецель. Приходит авторитетный монах, и вот весь город собирается около него. Эти необразованные люди, которых он пугает адом. И говорит, деньги нужны для того, чтобы спастись. Деньги. И вот происходит эта удивительная встреча. Она, наверное, сродни встрече ММА. Федора Емельяненко с каким-нибудь японским каратистом. Это была как встреча двух серьезных, очень авторитетных людей. Два монаха, представьте. Встречаются на улицах Виттенберга. Куча людей смотрят. И Мартин Лютер говорит, да коли ты будешь благодать Божию продавать за деньги. То есть он начинает стыдить этого монаха. Говорит, зачем ты продаешь благодать, которая сама по себе благодать. Благодать – это бесплатный дар. Чтобы вы, кстати, все знали, что благодать – это не просто чувство, которое у нас как-то укоренилось, так, знаете, у русских людей. Вышел с утра в огороде, солнышко встало, птички поют, пукнул и говоришь, благодать-то какая. Да речь не об этом. Это в том-то и дело, что мы не понимаем, что такое благодать. Но почему-то на страницах Библии это слово встречается крайне часто. Возникает вопрос, вот и разберись, что такое благодать. А благодать – не что иное, как просто Божий дар, бесплатный дар. И в послании Ефесянам 2 глава 8-9 стих говорит, благодатью вы спасены через веру, ибо сие не от вас Божий дар. Ах, классно. И Павел говорит Тецелю, подожди, благодать – это Божий дар, ты не можешь его заслужить, это подарок. И он приходит к тебе через веру, поэтому как ты за деньги продаешь благодать? То, что уже людям принадлежит. Тецель злющий ушел, рассказал всем окружающим. И, кстати, с ним, с самим Тецелем, произошла жуткая история, которая вошла в аналы хроник всевозможных. Что когда он продавал индульгенции, причем грехов не только прошлых, но и будущих, однажды, идя со своей банкой из денег, шел к себе в монастырь, и вдруг какой-то насильник напал на него, ну, какой-то вор, бандит, не знаю, как назвать, стукнул его чем-то там, этого монаха, отнял у него деньги, вот эти все. И Тецель кричит, ты пойдешь в ад, потому что ты забрал деньги святого престола, это деньги церкви, а ты там, негодяй такой, забрал деньги, которые принадлежат папе римскому. А тот поворачивается и говорит, слушай, нет, я не пойду в ад, ты же мне справку выдал о том, что можно ограбить кого-нибудь. Я деньги за это заплатил, поэтому я и ограбил. Понимаете, коллизии такие бывают, когда вот бывает безумство совершенно ничем не регулируемое. Но произошло следующее. Мартин Лютер был убежден, что он отстаивает просто христианские идеалы, ничего большего. А так как в его время уже давно никого не жгли, он как-то думал, что все будет само собой разумеющимся. Но его пригласили в город Вормс на какую-то дискуссию. Он реально был убежден, что он просто приедет в Вормс, где встретятся священники, представители власти, и все будут с ним разговаривать, а он скажет, да вы что, ребята, я же только доброго хочу в церкви. Я же хочу, чтобы народ спасся, деньги платить для этого не надо, ведь Библия говорит. Давайте ее переведем. Наивный парень. Как часто мы бываем наивными, не понимая, что мы сталкиваемся с совершенно демоническими представлениями о жизни. И вот справа, если вы выйдете из нашего зала, вот там мы сделали такой небольшой музей реформации. Там, кстати, мои книги, которые я покупал, там пока артефакты все мои. Если у вас будут какие-то старые книги интересные, церковные, пожалуйста, приносите, пополним коллекцию. Пока только личные мои все, где я их покупал и за границей, и здесь. И там висит картина Мартин Лютер в Вормсе, обязательно ее посмотреть, известная картина. И вот он стоит в Вормсе, пришедший монах, немец, город Вормс, император был тогда Священной Римской империи, испанец по своему происхождению. Он тоже присутствовал, молодой парень совершенно, сидел на этом заседании. Папа Римский не приехал, потому что сказал такие слова, сказал, ну что опять монахи чудят. Разберитесь с ним. И с ним решили разобраться. А Мартин Лютер думал, что с ним просто поговорят, вразумлять будут. Но с ним никто не собирался разговаривать и вразумлять. Ему просто сказали, отрекись, либо хуже будет. И вы знаете, так как это длилось несколько дней заседания, он должен был ходить к себе в гостиницу. Как-то он даже дрогнул внутри. И даже подумал, дело-то разворачивается серьезно, на кону-то моя жизнь. И он уже даже где-то был готов сказать, ребят, ну простите, но в какой-то очередной день, придя опять на заседание, пропитался внутренней верой, которую он сам исповедовал. И вдруг он сказал такие слова, которые тоже вошли в аналлы истории. Он сказал, если я не прав, и вы мне можете доказать на основании Библии, то докажите мне, и я отрекусь. Но если я прав, и Библия подтверждает то, чему я учу, тогда на этом стоять буду, да поможет мне Бог. И вот эти слова вошли в историю, и на этой картине он отражен в этой ситуации. Потому что уповать не на кого. Против тебя император, армия, вся церковь. Но ты понимаешь, что, ребята, мы что-то забрели куда-то не туда. Просто вообще все забрели не туда. С этими деньгами, индульгенциями, извращениями. И народ вообще не христианский. И знаете, один из врачей того времени, прочитав перевод Библии Мартина Лютера и Ульи Хацвингли, потом это швейцарского реформатора, он сказал такие слова, прочитав Новый Завет. Он говорит, либо мы не христиане, либо это не Евангелие. Представляете, какая огромная разница в понимании? Либо я не христианин, мы все, либо это не Евангелие. Уж слишком огромная разница того, как мы живем, и того, что говорит текст Библии. И все понимали, его судьба была предрешена, как, собственно, и людей до него. И вот тут его величество случай, тот самый, про который Александр Сергеевич Пушкин говорил вот в этом произведении, которое мне нравится, я уже несколько раз его цитировал. «Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов, друг, и, запятая, случай, Бог изобретатель». Просто вот случай, чик, и все пошло другим путем. Мартин Лютер шел в свою гостиницу, шел, и вдруг на него напали какие-то люди, связали, сунули кляп и куда-то его увезли. Увезли и все представители, делегаты вот этого собора небольшого собрания, они поняли, что его кто-то кокнул. Видимо, надо так было. Ну и все успокоилось, вроде как утихомирилось. На самом деле оказалось, что Фридрих Саксонский, князь его как раз территории, понимая, что Мартин Лютер доболтался, как говорится, ему конец, он приказал своим слугам его украсть, вот так прям физически, и спрятать его так, чтобы даже он не знал, где Мартин Лютер. Говорит, спрячьте его куда-нибудь, у меня, говорит, замков много, в какой-нибудь из замков уберите его. Тогда разгневанный император вызвал к себе Фридриха Саксонского и говорит, «Я знаю, ты симпатизируешь этому монаху, я знаю, что ты веришь так же, как и он, и веришь в Библию, так ведь?» Фридрих Саксонский говорит, «Да, это так, тогда поклянись мне на Библии, положи руку на Библию, поклянись, что ты не знаешь, где Мартин Лютер». Тот с чистой совестью положил руку на Библию, говорит, «И клянусь, я не знаю, где Мартин Лютер». Хотя он мог спросить своих слуг, и они бы сразу сказали, где он. И вы знаете, удивительно, вот такой момент истории, а Мартин Лютер в это время в городе Вартбурге переводил Библию на язык германов, на язык немцев. Эта весть разошлась просто огромным каким-то коронавирусом того времени в умы всех людей. Люди начали читать Писание, для них это было важно. И когда вот эти прекрасные истины, сегодня, которые мы читаем, они разошлись по Европе, это было реально подобно какому-то взрыву, а может даже взрыву атомной бомбы. И сегодня мы с вами имеем в руках Библию, которую мы можем купить в любом магазине, где угодно, а за нее как-то люди, знаете, тяжело сражались. И вот Мартин Лютер уже во свете, он уже защитился и так далее, уже за него было много князей, и началась реформация. Она стала будоражить умы огромного количества священнослужителей разных стран. И реформацию было уже не остановить. И вы знаете, Мартин Лютер вывел пять основных постулатов, хотя в течение жизни, большую часть жизни он говорил о четырех постулатах. И у нас в музее реформации эти четыре постулата лежат, вернее написаны, простите, написаны на стене, но в конце жизни он прибавил пятый, очень важный. И вот о них мы поговорим. Соло. Соло, это на итальянском звучит, как сегодня звучит, единственное или только. Ну, латинский язык, если знаете, предшественник итальянского. И вот он вывел несколько соло или только. Эти тезисы, они вернули христианство вот к тому, к той форме, в которой жили апостолы, в чем жил Иисус, апостолы и отцы церкви. И первое соло, это было только верой. И мы уже об этом говорили. Мартин Лютер говорил, ребята, мы спасаемся только верой. А я думал, будет выводиться. А что-то не выводится. А где мои соло? А где они? Дяденька какой-то идет, а соло нет. Итак, только вера. Только вера или только верой. Ничто не может помочь человеку, кроме веры. Второе, это только писание. Мартин Лютер говорит, что если какой-либо священнослужитель, какой-либо пастырь, епископ или хоть патриарх, начинает учить чему-то, что расходится с духом Библии, Библии в ее корпусе двух книг Ветхого и Нового Завета, собственно, 66 книг, вот если с духом Библии это расходится, то, соответственно, будет анафема. Потому что, знаете, в средние века кому-то сон приснился, какому-то авторитетному какому-нибудь монаху, что-нибудь приснилось, там еще что-то появилось. И вот ему кажется, что так вот должно быть, потому что авторитетный монах чего-то увидел в духе. Но он говорит, нет, это конституция, и на ней нужно основываться. Если это не соответствует твой сон про бесов тому, что говорит Библия, значит, это не должно и именоваться. Поэтому он заложил Библию как фундамент христианской веры. Поэтому только Писание. Следующее, третье, он говорит только благодать. То, о чем мы уже сегодня говорили, только благодать. Ничего другого нам не дано. Благодать – это бесплатный дар. Чтобы нам понять вот дух благодати, атмосферу благодати, это все равно, что ты однажды вдруг получил какое-то приглашение к самому президенту на день рождения. И ты сидишь, думаешь, как же так, пришло приглашение к президенту на день рождения. И ты знаешь из новостей, что там будут только избранные люди, там будут только олигархи, самые богатые люди. Ну, в принципе, могут даже кто-то туда прийти, но билет даже входной самый дешевый – это будет полмиллиона рублей, и так издалека наблюдать за пиршеством. Вдруг приходит к тебе. Ты думаешь, почему? Ты никак не можешь понять. И тебе нужно поверить, чтобы пойти туда по этому билету. Но тебе сложно, потому что внутри вся твоя природа говорит, ну, это невозможно. Как я могу пойти бесплатно? Я никто. Но потом кто-то просто тебе говорит, президент знает, что ты его сын. Ты просто там потерялся как-то, а может, небрачный какой-то. Ну, такая история. Мы все как-то оказались небрачными детьми нашего небесного отца. И он ждет тебя, ты его сын. И тебе, знаешь, нужно поверить, чтобы по этому билету прийти вот эти, приехать в Москву, идти через все эти кордоны всех вот этих ребят и каждый раз показывать этот билет. Знаете, ну, нелегко это сделать, так ли? Вот это и есть благодать. Когда ты набираешься смелости и идешь с этим билетом, и всем потом заявляешь, я сын президента. И все говорят, да ты что? И тебе открываются все двери. Ну, немногие так могут сделать. Вот это и есть благодать. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар. Ефесянам 2, 8-9. И Мартин Лютер об этом говорит. Благодать – это язык христианского мира. Когда ты осознаешь, ты сын. Тебе не нужно вешать вериги, тебе не нужно мучить свое тело, чтобы ощутить. Потому что если мы основываемся на чувствах, то ты никогда не войдешь к президенту на день рождения. Потому что все твои чувства и твои глаза скажут тебе, ты вообще не в той компании, парень. Там будут только олигархи, газпромовцы, чиновники и звезды. А тебе там делать нечего. Но мы живем не чувствами, а верой. Аминь. Мы живем не видением, а верой. Поэтому апостол Павел об этом так пишет. Для него было такое откровение, для Павла, что благодатью бы спасенной. Бог наш Отец. Он отдал Сына Своего ради меня. Кто я такой? А Он отдал Сына Своего ради меня. Сам став человека. Вот здесь такая коллизия. Потому что Сам Бог становится кем-то на земле. И этого титула нельзя найти, что за титул. Поэтому Он говорит, я воплотился в Сыне. И это благодать. И четвертое. Четвертое. Это только Христос. Мартин Лютер говорит, нет никакого посредника между Богом и человеками. Только человек. Ох ты, появилось. А чуда этого не было. Только Христос. И вот, друзья мои, только Христос, только Он является нашим спасителем. Он является той дверью, которая открывает нас. Но люди с веками, они просто наполнили христианский пантеон огромным количеством святых, заступников, каких-то там покровителей. Что бедный человек, он не разберется, он приходит в церковь, и там на этих изображениях столько святых, что они уже падают с иконы. И он не знает, кому из них надо поклоняться, чтобы спастись. И Мартин Лютер говорит, кончайте с этим, ребята. Ни Дева Мария за нас не умирала. Никто из святых. И причем святые, может, неплохие люди. Апостол Павел. На страницах Библии написано, когда хотели его обожествить, он бросился в толпу и сказал, ребята, я такой же человек, как вы все. А сегодня Павел делает икону, целует. О, Павел, заступник наш. А Павел с небес говорит, да, оставьте все это дело. Я такой же, как вы. Просто сделал, может, чуть побольше. Но от этого я не стал Богом и не стал проводником. Но мы же люди, мы же всегда так. Нельзя же прийти к президенту на прямки. Надо всегда знать кого-то, кто-то знает кого-то, кто-то кого-то, кто знает маму президента. И вот через маму-то, Богородицу, мы точно зайдем правильным путем. Это человеческое мышление. Но Библия говорит, Христос только. И Мартин Лютер говорит, ребята, только Христос. Это четвертый. И в конце жизни он вдруг выводит еще пятый фактор. Пятый. Он говорит, только слава Богу. Почему? Потому что люди на земле легко воздают славу. Вообще мы как-то любим героев. И мы сразу им воздаем славу. Но слава – это высший уровень почести. Благодарить можно каждого человека. Благодарить родителей. Благодарить кого угодно. Наставников, президента, пастора, близких, друзей. Мы благодарим. Но слава – это глория. То есть вся слава. Но мы земные люди, мы постоянно. Слава императору. Авве Цезарь. И знаете, люди, а вы кому-нибудь еще слава. Сегодня смотришь – слава героям. Слава Украине. Слава Сталину. Слава Ленину. Все какие-то слава кому-то. И вдруг Мартин Лютер говорит, подождите. На страницах Библии слава только Богу. Мы можем благодарить людей, которые сыграли в нашей жизни большую роль. Но слава, то есть автор сценария всего этого, все равно только Бог. Поэтому слава только Ему. Аминь. И вот на этой доброй волне я хочу как раз закончить. Друзья мои, праздник Реформации – великий праздник. И давайте поднимемся с вами. К сожалению, мало кто его празднует. Но я думаю, мы должны как-то отмечать вопреки Холовину. И когда к тебе приходят вот эти вот черти, бесы, ты говоришь, реформация тебе нужна. Вообще, очень все символично 31 октября. С одной стороны, мир в бесятах ходит, а мы в реформации. И мы говорим, слушай, реформируйся, брат. Смени свои бесовские одежды на одежды светлые и нормальные. Аминь. Господь драгоценный, мы благодарим тебя, Господь мой, за твою реформацию в наших сердцах, за твой дух жизни, Господь. Благодарим тебя за то, что ты обновил нас, Господь, обновлением ума нашего. Спасибо тебе, Господь, за дух жизни. Благодарим тебя, что Святой Дух действовал через многих реформаторов. И центральным оказался Мартин Лютер. Господи, благодарим тебя, Отец. Дай твою милость, твою благодать, Господь мой, чтобы каждый из нас осознавал, что есть только вера, только Писание, только Христос, только благодать и только Богу слава. Господь мой, об этом говорили все пророки, об этом говорили апостолы. И благодарим тебя, что сегодня, Отец мой, мы в твоей руке. Да будет тебе единому слава. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. Все, кто нас смотрит... Аминь, аминь. Дорогие зрители, если вы смотрели сейчас это слово впервые, может быть, вы уже давно смотрите нас, но так никогда и не молились с молитвой и покаянием, не примирялись с Иисусом Христом, с Господом, то сегодня у вас есть замечательная возможность. Мы помолимся вместе с вами, поддержим вас, чтобы вы сделали этот самый важный, самый смелый и самый благословенный шаг в своей жизни. Давайте сейчас помолимся молитвой покаяния. Да, друзья, Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Там нет каких-то ограничений, что ты должен стать лучше сначала, избавиться от каких-то грехов. Нет. Сначала ты принимаешь спасение, сначала ты призываешь имя Господа, ты принимаешь спасение, а уже потом Бог тебя меняет. Поэтому давай помолимся с тобой. Если ты первый раз молишься этой молитвой, призови Иисуса в свое сердце. И поверь, если ты сделаешь это искренне, если ты подчинишь Ему свою жизнь, Бог изменит твою жизнь до 100%. Давай закрой мне свои глаза, и я буду вести вас в молитве, и просто повторяй с верой эти слова вот от всего своего сердца. Дорогой Иисус, я прихожу к тебе со всеми своими грехами, со всеми своими проблемами. Господи, прости мне всякий, всякий мой грех. Прости, что я ходил своими путями, отвергая тебя. Прости меня, Господь, за всякие конкретные какие-то грехи, которые я совершал. Прости меня, Бог. Я призываю Твое святое имя в свою жизнь, Иисус. Иисус, спаси меня. Иисус, измени мою жизнь. Иисус, стань моим Господом и стань моим Спасителем. Я доверяю тебе свою жизнь. Я обещаю тебе чистую совесть. Я обещаю со страхом совершать свое спасение через всю свою жизнь. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Аминь. Если вы молились от всего своего сердца, поверьте, что Бог, Он спас вас. И чтобы вы могли утвердиться в своей вере дальше, чтобы ваша вера не растворилась, не замылилась, не потерялась в вашем сердце. Мы хотим помочь вам через то, что у нас есть курсы «Начни новую жизнь». Они называются. И если вы сосканируете тот QR-код, который у вас появился на экране, то вы как раз сможете попасть на эти курсы, сможете больше познакомиться с Писанием, с тем, что говорит Слово Божье, о нашем Господе, Спасителе Иисусе Христе. И это очень сильно вам сможет помочь. Аминь. Аминь. Дальше за нужды мы молимся, да? Да, да, у нас есть нужды. Вы писали в чат на Ютубе. Есть нужда, чтобы мы помолились против онкологии. Две молитвы здесь. Нужда, лежит одна женщина в коме, находится, проходит, да, и еще проходит реабилитацию. Как-то, я не знаю, одновременно, не одновременно. В общем, у нее двое маленьких детей, просьба помолиться вот за эту женщину. Еще онкология и за больную поясницу. Молитвенные нужды, а так сказать. Да, у меня тоже есть несколько нужд. Это исцеление для сына, просят исцеление глаз, суставов. У мужа, по всей видимости, сильный дисбактериоз. За то, чтобы камень растворился в желчном пузыре, исцеление от гипертонии. Вот, знаете, друзья, наверное, невероятные такие факты, за что мы будем с вами молиться, моменты, вернее, нашей жизни. Но мы верим, что Бог, Он сверхъестественный, что это реально может произойти по нашей вере. Следующее, что вот тоже за исцеление от онкологии операции 9 ноября планируется. Каким-то образом, самое главное, чтобы Бог, Он исцелил, да, через врачей или через свое прикосновение. Мы давайте ему доверимся и обязательно помолимся. И просим молиться за сына Дмитрия, что даже домашнюю группу вел, а сейчас он как-то упал в какие-то грехи. Вот. Друзья, вот просто все это приносим пред лицом Божиим. Даже если мы что-то не произнесем в молитве, знаете, это как вот нужды, которые мы записки молитвенные пишем, да, чтобы за них молились. Бог каждую вашу нужду знает. Господь, Он видит все ваши нужды. И Писание говорит, что много может усиленная молитва праведника. Поэтому большая просьба, не уходите сейчас, посвятите еще 2-3 минуты времени этой молитве, чтобы наша молитва, она была усилена нашим внутренним согласием и нашим участием. Аллалюя! Дорогой Отец Небесный, мы приходим к Тебе сейчас, Господи, в этой молитве. Господь, Ты видишь все эти нужды, Бог наш, Ты видишь, Господь, боль сердец, Господь, Господи, эти нужды, которые на самом деле, Господь, являются очень серьезными. Это исцеление от онкологии, это спасение душ человеческих, Господь, кто-то в коме находится, кто-то, ковида, может быть, тяжело болеет, Господь, мы молим Тебя, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, коснись этих людей, Господь, во имя Иисуса, Господь, мы молим Тебя, молим Тебя, молим Тебя, Господь, мы высвобождаем Твою Божью силу на исцеление всякого болящего, во имя Иисуса Христа, Иисус, Ты пострадал на Голговском кресте, чтобы забрать все наши немощи, все наши болезни, и чтобы даровать нам жизнь, и жизнь с избытком, с избытком, в том числе, в здоровье, Господи, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, за Твою истину, за то, что, Господь, когда мы молим Тебя, Ты нас слышишь, и Ты отвечаешь, Господь, восполни всякую эту нужду, по богатству своему и славе, через Иисуса Христа, Господь, исцели от всякой болезни, от всякой онкологии, от всякого ковида, Господь, исцеление глаз, пусть произойдет, камни в желчном пузыре, пусть растворятся под действием силы Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, Господь, отдаем все это в Твои руки, и принимаем веру, Господь, Твое могущественное воздействие, Господь, в жизнь каждого, кто нуждается, Господь, в Твоем чуде, во имя Иисуса Христа, Аминь, Аминь, друзья, продолжайте благодарить Господа, Аллилуйя, за то, за все то, что помолились, смотрите на небеса, смотрите на него, просто благодарите, что Бог, Он действует в вашей жизни, и Его чудо, оно рядом с вами, оно приходит в вашу жизнь. Аминь. Обязательно подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на все наши соцсети, Инстаграм, Вконтакте, будьте с нами на связи, смотрите, питайтесь, очень рады, что вы часть нашей семьи, слава Богу за вас, увидимся на следующем служении. Благословение, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!